Чемпионат мира по ралли проводится с 1973 года. За эти годы многие автопроизводители принимали в нём участие, потом закрывали раллиную программу, а потом снова возобновляли её. И в этом году корейский производитель автомобилей Hyundai решил вернуться в Чемпионат мира. Правда, в отличие от команды Volkswagen Motorsport, которая прежде чем выпустить на мировые трассы автомобиль с шильдиком WRC несколько лет обкатывала технологии в младших сериях, корейская команда Hyundai Shell World Rally Team решила сразу взять быка за рога. Сначала руководство осторожно утверждало, что в этом сезоне их задача проезжать все гонки от старта до финиша и собирать как можно больше информации о поведении автомобиля на разных трассах. Но, как известно, аппетит приходит во время еды, и после середины сезона появилось явное желание побеждать. Вы знаете, это совершенно новый автомобиль. Мы начали его разработку ещё в прошлом году. Но мы начали всё сразу создавать машину и вместе с этим формировать команду. Времени было немного, но мы занялись этим процессом всерьёз. В Финляндии можно считать меккой ралли. Именно здесь острее всего ощущается дух ралли. В финских лесах всегда собираются миллионы поклонников этой дисциплины. И, конечно, легко встретить россиян. Ведь это самый близкий этап к России среди мировых. Вот на парковке мы увидели делегацию российских болельщиков. Судя по номерам, Питер, Москва, Карелия люди целенаправленно приехали посмотреть на чемпионат мира по ралли. И таких здесь немало. Корейский производитель уже участвовал в чемпионате мира по ралли. В 1998 и 1999 годах на Hyundai Coupe Kid Car, а с 2000 по 2003 на Hyundai Accent WRC. 10 лет назад это закончилось на удаче. Из-за проблем с бюджетом и отсутствия высоких результатов производитель свернул программу. Правда, пообещав вернуться в 2006. Но только осенью 2012 года на парижском автосалоне было объявлено, что корейцы возвращаются в чемпионат мира по ралли. Местом базирования команды был выбран немецкий Альценау, где и закипела работа. Под одной крышей собрались специалисты из более чем 20 стран. И уже через год, в декабре 2013 года, состоялась презентация экипажей и нового автомобиля. Модель i20, традиционно считающейся женским автомобилем, пробует себя в новом качестве – боевого раллиного автомобиля. Разработка автомобиля была для нас непростой работой. Было задействовано множество специалистов, и работа продолжается до сих пор. Именно поэтому мы считаем, что наш первый сезон в WRC, по сути, тест. В общем, здесь уже ничего не осталось от женского автомобиля. Посудите сами. Увеличен объем двигателя. Вместо 1,4 литра теперь 1,6, да еще есть турбина. Лошадей под капотом стало в три раза больше. Их теперь более 300. Крутящий момент достигает 400 ньютон-метров. И не забывайте про полный привод. Конечно, чтобы управлять такой мощью, нужна и соответствующая трансмиссия. Теперь здесь привод на четыре колеса и шестиступенчатая секвентальная коробка переключения передач. Боевой i20 разгоняется до сотни меньше, чем за 4 секунды. Куда уж за ним угнаться, гражданской версии. Ведь обычной городской машинке для этого потребуется 11,5 секунд. Для максимальной скорости очень важна, особенно на таких быстрых ралли, как в Финляндии. Иногда автомобиль буквально летит по узкой гравинной дорожке между лесов со скоростью более 200 км в час. В этом году только один экипаж двадцатой команды Hyundai Shell World Rally Team получил статус постоянного. И за чемпиона мира 2013 года бельгийцы Тьеррини Виль и Николя Жесуль выступают в роли лидеров. Остальные экипажи выбираются в зависимости от гонки. За рулем двух Hyundai 20 на ралли Финляндии чемпион Европы 2012 года Юха Хьянинин и чемпион мира в классе продакшн 2011 года Хейген Падден. Для первого эти дороги родные, а второй вырос в Новой Зеландии, где раллийные трассы тоже достаточно скоростные. В этом году организаторы отошли от традиционного компактного формата ралли. В четверг утром состоялся шейкдаун, а вечером уже стартовала гонка с финишем только в воскресенье. За три с лишним дня экипажам предстояло проехать 26 скоростных участков или 360 км допов. В последнее время в мировом ралли наметилась тенденция к протяженным марафонским допам более 50 км. Здесь же самый длинный спецучасток не дотягивает и до 24. Зато, как всегда, очень быстро и, как всегда, много полетов – это то, что выделяет ралли из всех других автоспортивных дисциплин и притягивает зрителей. Раньше это ралли называлось «Ралли тысяча озер», но его быстро переименовали в «Ралли тысячи прыжков». Чтобы посмотреть ралли, нужен автомобиль, иначе вы просто не сможете добраться до зрительских зон. В некоторых странах, например, в Финляндии, организованы специальные автобусы для зрителей из столицы ралли Ювязкия. Но это, скорее, исключение из правил. Раллиный болельщик должен быть самостоятельным, выносливым, хитрым и умным. Ралли Ралли напоминает квест. Вам нужно получить карту, узнать, где будут самые интересные места на допах, и вовремя занять зрительские места, потому что дороги перекрывают за несколько часов до открытия боевого канала. Прямо перед стартом прошел дождь. Это прибило пыли, сделало дорогу более плотной, но и более скользкой. И уже на первом спецучастке Юха-Хянина на родных дорожках занимает четвертое место. Лидеры команды «Хёнды» Террини Иль и Николя Жесуль пока только восьмые. Можно считать, что первый день разгонный, и основная борьба развернется в последующие три дня. На самом деле подобраться к боевым пилотам за автографом или сфотографироваться, сделать селфи не так уж и просто. Время интервью строго ограничено, и в парке для автограф-сессии они появляются нечасто. В остальное время отдыхают или готовятся к гонке. Но опытные болельщики знают лазейки. Одной из них мы сейчас попытаемся воспользоваться. Если вы заранее у механиков или штурманов узнали, где находится по плану зона дозаправки и в какое время там пройдут все пилоты, можно оказаться там вместе с ними и попытаться получить автограф или, как в нашем случае, небольшое интервью. Посмотрим, как это работает. Мы приехали к месту, где автомобили заправляются, а у пилотов есть немного времени, чтобы передохнуть и перекинуться несколькими словами между собой. Спасибо, это было здорово. Немного непросто, конечно, из-за дождя, но в целом все отлично. Я доволен, неплохо, и этот спецучасток был просто шикарным. На вопрос «Вы спешили?» Юха Хьянин ответил «Нет, не особо, мы меняли шины перед следующим спецучастком, возможно, поэтому приехали немного с опозданием». Второй день начинается с атаки. На пятом спецучастке лидер команды идет в очень хорошем темпе, но в одном из поворотов немного поскальзывается и повреждает свой автомобиль. Но машина на ходу, а значит, можно продолжать гонку. Юха Хьянин тоже пробует ускориться, и поначалу даже в темпе лидера гонки Ярия Матилатова, но следующий шестой доп не заладился и у него. После старта колесо автомобиля получило медленный прокол, а потом и вовсе машина угодила в канаву и перевернулась. Но, к счастью, это не сход, а только потеря времени. Правда, с мыслями о победе Фину можно сразу проститься. Теперь он только девятый в общей классификации. Финский экипаж на Хьонде продолжает гонку. Но как? Лобового стекла теперь нет, и вся густая плотная пыль теперь заполняет салон автомобиля. И этой же пылью приходится дышать. Чтобы хоть что-то видеть, можно надеть очки. А вот штурману Тима Томинену приходится совсем не сладко, ведь ему нужно читать синаграмму, хрустя песком на зубах. Остается терпеть, ждать сервиса, где механики смогут поставить новое лобовое стекло. У команды Хьонде самый крутой падок. Здесь все сделано в стиле Формулы-1. На втором этаже вип-зона для гостей, где они могут пообщаться с пилотами и штурманами. А внизу рем-зонам, где все происходящее с автомобилями как на ладони. Деной сервис длится 30 минут. И этого времени вполне достаточно, чтобы машина стала почти как новая. Финны на Хьонде покидают сервис новым лобовым стеклом. А вот бельгийцы остаются в падоке. Сегодня команду Хьонде постигла неудача. Видите эту вмятину? Казалось бы, она незначительная. Автомобиль полностью на ходу и практически не пострадал. Но замят каркас безопасности комиссары Фе отказались выпускать машину на дальнейшие допы. Обиднее всего то, что эта машина принадлежит Тиреневилю, который сегодня показал замечательный темп. Он является лидером заводской команды. Но, к сожалению, ралли в Финляндии продолжить он не сможет. А гонка тем временем продолжается. В эти дни в обычно безлюдных финских лесах не протолкнуться. Зрители заранее, иногда даже с вечера, занимают самые интересные места. Местные жители используют это время, чтобы немного заработать. Можно представить свой дворик для стоянки машин, свой балкон для просмотра ралли, а свою барбекюшницу, чтобы накормить проголодавшихся болельщиков. Во время гонки маршалу строго следят, чтобы никто не выбегал на трассу. Но некоторых не удержать. Особенно, если можно везти домой сувенир. Часть травейного автомобиля. Именно такой подарок преподнес одному из болельщиков Андреас Мительсен. В повороте он зацепил обочину и кусок бампера оторвался. Радостные и довольные зрители тут же выбежали на дорогу и унесли с собой реликвию. В ралли экипаж это единое целое. Все работают ради поставленной задачи. Сейчас у Хейдена Падана возникла какая-то техническая проблема. Не критично ее можно исправить, чем ребята сейчас и заняты. Важно успеть. Через 10 минут у них старт очередного допа. И только потом будет небольшой сервис, во время которого машина на 30 минут попадает в парк. И там механики, конечно же, приведут ее в полный порядок. Оказалось, что прямо на первом утреннем допе отказал гидроусилитель руля. Полностью устранить неисправность своими силами не удается. А значит, экипаж будет продолжать тратить и время, и с трудом завоеванные позиции. В итоге на финише гонки новозеландский экипаж обошли их партнеры по команде. И на юхах Янин и Тиму Томинин. Они закончили ралли Финляндия на шестой строчке общей классификации. Нет, не такого результата, конечно, ждала команда Хионде в стране «Озер». Но расслабляться во время сезона нельзя. Этапы следуют один за другим. И на следующем ралли в Германии немецко-корейский коллектив одерживает свою первую победу. Это не просто победу, а победный дубль. Лидеры заводской команды Тилини Юль и Николай Жесуль выигрывают свою первую гонку в составе Хионде Моторспорт. А известные асфальтовые специалисты, испанец Дани Сорда, в паре с Марком Марти поднялись на вторую ступеньку подиума. Это принесло и корейской Марке победу в зачете производителей. Ну что ж, начало положено. Канам остается только следить за выступлениями команды и болеть за них. И с началом сезона 2015 в команде должен появиться новый автомобиль, которому суждено бороться с сильнейшими производителями мира. Субтитры создавал DimaTorzok